Как мы делаем практику в НПО, как мы работали с данными, как мы формировали базы данных, что плохого мы там нашли, как с этим важно работать. Также в конце презентации будет рассказано о нескольких других источников данных, даже финансовых, которые у нас есть только в НПО, и будут затронуты проблемы в качестве других источников данных. Примечальная идея у нас была в том, что мы берем арест Минюста, который по другому, в шестеренном формате, из-за этого мы добавляем данные по федеральным субсидиям, который также на шестеренном формате, который был на картале электронного бюджета Минфина. Докупляем туда контракт, который у нас есть в проекте «Гозантраты», и в принципе, получаем данные по президентским грантам и получаем красивую картинку того, как на самом деле устроено финансирование некоммерческого сектора и госисточников. На самом деле, мы споткнулись на самом первом шаге. Можно скачать ПТФ? Вопросы Вопросы – Вопросы Вопросы То есть вот наша идеальная схема того, как всё должно было просто работать. Мы начали изучать все эти данные и хотели сформировать базу данных, которые будут наименовать организации, её статус, она действующая или ликвидированная, какие-то общие сведения об адресе организации, ИНР, как ПЛГРН, даты основания, адрес сайта, регион, тип организации, контракты и информация о них, субсидии, информация о субсидии, такие гранты и исходы в результате. В качестве источников данных мы использовали реестр на колонне Ньюста, мы также подключали ЕГРУ. Впоследствии будет видно, зачем нам данные финансирования были взяты и исходы в результате грантов, и для веб-сайтов мы использовали реестр СМИ Роскомнадзора, а также дополнительные источники. Если мы посмотрим на каждый источник данных, например, предстоит НКО Министерства, мы видим перечисленный палеал, а самое главное, наверное, что там есть ОПРН. Это основной государственный регистрационный номер, который есть у практически каждой организации, по которому можно её идентифицировать. Проблема в том, что нет региональных КПП. Это также идентификатор организации, которая отлично у ДВРН также позволяет уникально идентифицировать не только организацию, но и отдельные филиалы. Когда мы посмотрели федеральные субсидии, там есть и номер КПП, на лето ОПРН. То есть реестр Министерства с данными не двигались, обязательно уже не можем. Аналогичная ситуация была с грантами. Там есть угарены на КПП. Причём данные по грантам 2017 года были прибавлены вообще без идентификаторов. Они были более полными, чем в предыдущие годы, но ОПРН от этого был исключён. Соответственно, идентификаторов не было никаких. Ну и в наших данных по контрактам есть и номер КПП, но нет орган поставщика. Если мы сверёмся в этом месте, то мы получаем, что мы можем связать НГО и гранты, реестр РНГО и Ньюстер. Мы можем создать контракты и субсидии, но мы не можем создать всё вместе и создать единую базу. Для этого нам нужен ЮГЛЮ. ЮГЛЮ – это реестр технических лиц, к нам есть все эти показатели. Естественная проблема – это налоговая служба, которая зарабатывает на этих данных. Соответственно, в этом доступа их нет. И любая компания, которая хочет использовать эти данные, она должна воплотить порядка 150 тысяч в год. Но на этом наши проблемы не закончились. Мы начали разбирать реестр Миньюстер. Несмотря на то, что там есть только ОРН, мы хотели посмотреть, что же там внутри. Мы нашли, что там было всего 458 тысяч организаций, и действующие, и исключенные. При этом половина из них уже исключены из реестра. Уникальных по ОРН там 42 тысячи, по 58 тысяч организаций ОРН нет. И из них 10 тысяч действующих. Уже звучала в предыдущем докладе информация о том, что ОРН в принципе может не быть. Но если бы у реестра Миньюстер был имен к ОРН, это не было бы для нас так больно, как и сейчас. Потому что когда нет никаких квалификаторов, у нас остается только название. Почему мы не можем работать с названием, потому что будет очень опасно. Помимо того, что в реестре Миньюстер не хватает данных, там есть проблема с тем, что там уже есть. Например, там дублируется ОРН. Один и тот же ОРН может быть у двух совершенно разных организаций. Красным выделен док, когда написано в реестре Миньюста, то есть опечатка слова телевидения, она не наша, она действительно есть. Мы видим, что у ОРН один и тот же ОРН приписан и службе ФАРС, и ассоциации Адыгеи. Другой пример, когда у нас есть одна и наша организация, но Миньюст в одной записи думает, что эта организация исключена, с реестра, а в другой записи думает, что она действующая. Аналогичная проблема с регионами с нахождением организации, которая и в Уморсе, и в Самаре находятся, например. Этот слайд представлен для того, чтобы показать, что действительно такая проблема есть, потому что в предыдущей презентации мы уже сталкивались с тем, что после наших докладов, как созданы родственники в порядке, то докажите. Поэтому вот скан сайта Миньюста. Также у Миньюста есть организация с ОБРНом Забербанк, называется она почему-то по-любому. То есть мы видим, что мы не можем верить ни одному полю, и, соответственно, у нас есть два варианта. Или попробовать взаимодействие с Миньюстом, или очистить данное самостоятельно. Мы сначала пришли к первому пути, потом перешли на второй. Мы написали Миньюст о том, что у птиц и организаций нету ОКРНов, подробно расписали в длинном письме, что там на самом деле происходит, чтобы они уже смогли посмотреть наше письмо, мы за них подделали психологическую работу, берите и исправляйте. Миньюст на это нам ответил, что в соответствии с такими-то закладами мы должны купить вот это, вот это, все остальное у них прикольно. Стандартная отписка, которая не дает нам никакой информации. Мы написали им еще раз. Мы сократили запрос для того, чтобы они лучше поняли, что по фирме сказать, вот у птиц и тысяч организаций нету ОКРНов, что нам делать. Мы получили информацию, потому что продолжение принято к сведению, и на момент января ничего не изменилось, потому что сейчас то же самое. Ну вот, доказательство того, что на 11 ноября у гарантов не было такого нету. Мы пробовали почистить данную через игру, но опять-таки проблема, во-первых, в том, что он является бесплатным, хотя это один из основных наборов, который нужен нам для того, чтобы связывать все данные, которые публикованы у разных ведомств. И проблема сейчас заключается в том, что мы не знаем, что первично. Например, мы можем связывать по названиям, но мы увидели, что название неправильное. Мы можем связывать по ОКРН, но мы увидели, что используется ОКРН Сбербанка. Соответственно, мы попытались в проекте открытой ОКО привязать НР и КПП, только к тем организаторам, где совпадает хотя бы правовая форма. То есть, если мы видим, что это ООО, то мы просто эту организацию не рассматриваем. Ну и поэтому у нас получилось вместо 524 тысячи показателей НРУСТа, которые в том реестре у нас получилось 174 тысячи. На самом деле, я думаю, что сами НРУСТ и любое другое ведомство не знают, сколько будет коммерческих гранат, поскольку основная идея реестра в том, что это первичный источник информации, это не агрегированная какая-то система. То есть, после этого я в статистике перестала верить полностью. Ну, не только РСАТ, но и остальных ведомцев. Проблема с грантами, она уже решена, поскольку от фонда президентских грантов были получены данные с ОКРНами, и НРУН КПП есть очень ненужные, уже были добавлены на сайте от КТНКО. Проблем с контрактами у нас очень много. И дальше тоже будет немного подробнее об этом. Во-первых, неверно указывается квизит поставщиков. Особенно, если это индивидуальные предприниматели, это часто представители заказчиков, которые заполняют данные и о себе, и о своих поставщиках. Они вместо НРУН-человека пишут НРУН-банка, в котором у него находится юборочный расчет. Поэтому, если мы проанализируем те же самые контракты с Сибербанком, мы увидим там много лишних контрактов, которые не имеют отношения к Сибербанку. Также, никогда не заполняются данные, все суммы, продукты, количество. В общем, в любом плане могут быть абсолютно любые ошибки. Проблемы с субсидиями. Во-первых, нужно понимать, что если мы посмотрим реестр федеральных субсидий на портале электронного бюджета, мы там увидим только федеральные субсидии, и это ответ на вопрос, почему у нас нет региональных субсидий. Также большой минус этого реестра в том, что мы не можем сослаться на субсидию. Например, я нашла субсидию, которая была выдана Министерством образования и университетной бумаги в Петербурге. Я там сделала запрос, выкрывала по сумме, выбрал определенный код, но я никому не могу отправить ссылку на эту карточку субсидий. То есть там ссылки в принципе не генерируются, мне нужно человеку объяснить или дать ему номер субсидии, по которому он найдет ее, или объяснить, что вот, я там взяла данное Министерство образования, по какой-то организации, и объяснить в процессе того, как я дошла по этой странице, потому что такого варианта ее найти нет. Ну и также нужно понимать, что если, допустим, какая-то организация выдана на федеральные субсидии, то эта же организация может, например, фон предельских грантов, она может раздать эти деньги другим организациям, или заключить контракты. И если мы напрямую суммируем субсидии с грантами и с контрактами, то мы получим абсолютно неверные данные, потому что они могут выливать. А также мы хотели дополнить информацию адресами сайтов. И после запуска проекта открытым городом получили очень много информации о том, почему у организации нет каких-то сайтов. Поскольку есть маленькие ков, которые хотели быть, хотели, чтобы информацию не выходили, и они спрашивают, почему у нашей организации нет информации. На самом деле это потому, что реестр есть адрес сайта, где есть сайт, его часть представлена на слайде, то есть мы там видим очень много информации о том, что адрес сайта это слово в переработке, указание группы ВКонтакте, указание какой-то почты, то есть мы в принципе ничего не можем с этим сделать. И также на презентации этого проекта одна организация спросила, почему у нас вместо этих сайтов указан сайт их старого проекта, который у него существует и который они вообще не афишируют. Мы пообещали разобраться с этим вопросом после мероприятия, поскольку такую сторону нельзя было определить. И после того, как мы нашли информацию в Роскомнадзоре, мы увидели семь записей об этой организации. Там был только один сайт, и это был сайт вот этого старого проекта, которого уже даже сами сама организация не было. Поэтому мы сайты выбирали по сторонним источникам, и у нас был механизм ручного одобрения базы по вере получения запросов от представителей НКО. Министерство экономического развития пыталось решить этот вопрос и добавить адреса сайтов из других источников. Но, в принципе, после того, как мы увидели о том, что она инфокультура находится в Чмени, мы не стали использовать ее в этот сайт. Результаты вам показала вам, поэтому я тут не буду останавливаться. И буквально несколько слов о том, какие данные еще есть, поскольку все эти данные задерживают себе информацию о коммерческих реакциях, и вы можете получить какую-то дополнительную информацию, если захотите воспользоваться. во-первых, это скупки контрактов. Они есть на сайте госотрады. Это 28 миллионов контрактов. Это полный текст контрактов по федеральному закону с Р-4, сканы или файл док. Данные объявляются ежедневно, и они собираются со всех организаций по всей России. Так выглядит сайт по будням, так выглядит сайт по выходным. Скоро у нас всех, которые проводятся по выходным, поэтому для презентации госотрад это очень удобно, когда вы показываете, что официальный сайт не работает, а это также не работает баджет-гофру, иногда не работает баджет-гофру, но намного реже. В 30-ти секунды рекламы могу сказать, что, во-первых, у нас есть API, то есть вы можете делать проект на основе госотрад. Также у нас есть карточки заказчиков, о которых Иван говорил, ну и в целом мы работаем всегда. Но мы используем официальные данные, поэтому мы не можем их сами обрабатывать, мы не можем их улучшать, не можем никак искажать. Поэтому все те ошибки, которые есть на портале закупки гофру, они есть, к сожалению, и у нас. Во-первых, может быть любая половина запорта. То есть у нас может быть контракт без номера, может быть без заказчика, без поставщика, без суммы, без предметов, может быть все что угодно. Во-вторых, ручной ввод данных об организациях, особенно о поставщиках. Когда заказчик заполняет информацию, он вводит название в ручную, и в составе лилификатора также в ручную. Если мы сделаем выбор по контрактам «Газплома», который они заключили с компанией «Согаз», мы увидим, что решились на ненавании организации «Согаз». Да, могут быть сокращенные, могут быть с кавычками, без, могут быть обечатки в условиях общества с ограниченной ответственностью, может быть все что угодно. Также могут быть ошибки в суммах и валютах. Мы находим контракты муниципалитетов по 100 миллиардов, сколько это первая валюта, которая предлагается на аналоговых площадках. Мы находим ошибки в тысячу раз. Соответственно, у нас в 100 миллиардов контракте ошибки в тысячу раз, получается на тракт 100 миллиардов, у нас муниципалитет влезает в толп заказчиков. Что, в принципе, хорошо заметно и точно не является правдой. При этом, это мы замечаем мы. Но это не замечает казначейство, поскольку все платежи, они идут, насколько я понимаю, без выжатия госокупок. Соответственно, никого не волнует, что там на самом деле находится в данных. Также есть портал визуального бюджета, где находится очень много информации, в том числе и арест федеральных субсидий. Информация об обозаданиях, об участниках и участников бюджетного процесса. Причем в реестры участников и участников бюджетного процесса находится не только обозорганы, но и организаций, которые получают какое-либо финансирование из федерального и регионального муниципального бюджета. Мы периодически замечаем, как в этом реестре все свои данные. В январе, например, там не было МВД, причем там были ссылки на МВД, но в основном МВД не было. Пару день назад там не было Минфин. Но потом они появляются, и мы пока не смогли уточнить у разработчиков этой системы, почему они только существуют, появляются и как можно доверять этим данным. И, наверное, последний портал базу ГУФРУ, который также упоминал ИВАН. Это продало всех государственных, муниципальных и автономных учреждений. Причем, да, там заполняются также представители учреждений. Там есть такая информация, как бухгалтерский баланс, различные показатели, его задания. И, в принципе, эта информация очень детализированная и интересная. Вот, например, информация о том, как в одной организации были получены подрячные деньги на зарплату, на коммунальный платеж и так далее. И в этом сайте проблема была в том, что на протяжении 5 месяцев они неправильно сумировали свои данные, поэтому они предоставляли данные после программации неверные. Ну, в принципе, все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ